Всем привет. Вы на канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Мне предстоит проехаться посмотреть моё разбитое BMW. Надо будет заехать на озеро и кое-какие вещи забрать. В общем, у меня сегодня путешествие. Первый раз на машине после аварии. Машину я беру здесь. Рентакар. Мне должны дать Skoda Skala. Сейчас жду, пока все оформляется. И вперед. Первый пункт назначения город Пёлау. Там стоит моя машина разбитая. Туда и едем. В итоге не Skoda будет, а в итоге будет вот этот Volkswagen. В итоге будет вот этот Volkswagen Golf вариант. Ну и отлично. Ну что, я в пути. Остановился. Посмотреть, что и как. А тут у нас происходит дождь. Сейчас первым делом у нас первая остановка будет примерно через минут сорок. Посмотрю, что там с моей машиной происходит. Что от нее осталось. Это я уже приехал в город Хартберг. Вот после него у меня авария была. И вот где-то тут уже совсем близко. Была пробка, был ливень. Короче, мне испытание устроили по поводу моего возвращения за руль. Такая конкретная машина. Ладно, едем дальше. Вот это Golf. И такая простая модель совсем. Видимо, для рентакара берут упрощенный вариант. Тем не менее, здесь ассистент есть система удержания полосы. И она так работает. Я проверил, немножко попытался в сторону съехать. И она так и рулем, и сигналом звуковым дает понять, что это ты куда-то не туда поехал. Ладно, мы едем в Пёрлау. Уже вот этот городок Пёрлау. Очень симпатичный, должен быть, судя по картинкам. Там есть большая такая база. Автомобильные грузовики, всякие услуги, стоянки. Бизнесмен, предприниматель занимается как раз вопросами такими автомобильными. В том числе, у него такая стоянка для машин аварийных. И вот моя задача сейчас туда подъехать и выяснить ряд вопросов относительно автомобиля. Значит, какие вопросы? Ну, во-первых, за эвакуацией, то, что она там стоит. По идее, это должен оплатить мой страховщик. Вот, что там с оплатой, была ли не была, сколько это все стоит. Потом, они мне предложили, что они... А, вот зажглась эта система удержания. Желтый значок, зеленый значок сейчас. Они мне предложили бесплатную утилизацию. Я им предложил, ребята, а на запчасти не хотите взять? Они говорят, мы можем бесплатно утилизировать. Ну, то есть, вот так. И мне надо с этим разобраться. Кроме того, был оценщик там уже. И мне координаты этого оценщика и получить копию оценки, чтобы у меня была вот оценщика. Непосредственно тоже какое-то представление, чтобы со страховщиками потом все это обсуждать. Ну, и в бардачке остались мои очки Prado, которые ужасно жалко. Я, конечно, не надеюсь, что они до сих пор там в бардачке лежат, меня ждут. Но, тем не менее, проверю. Ну, и просто посмотреть, попрощаться с машиной. Она, верой и правдой, долго мне служила. И, в общем-то, и то, что она такая крепкая, надежная, может быть, благодаря этому и жив остался. Отделался, в общем-то, ну, легко после такой тяжелой аварии. В общем, целый ряд вопросов. Ну, мне осталось сколько? Три километра? Она говорит, через три километра уже вот все будет. А, вот она, она меня встраивает обратно в полосу. Ладно, давайте, включение следующее будет уже на стоянке. Ну, что, вот моя машина. И бедняжке досталось, конечно. Вау, 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 вау. Вот. Да. Ну, жалкое зрелище абсолютно. Сейчас посмотрю, что с моими очками стало. Ну что, номер нашелся. Вот. Номера нашлись. Мои очки тоже нашлись. Вот. Живые. Все остальное, ну, состояние вы видели. Все остальное надо утилизировать. Ну что, варианты какие? Страховщик попросил сфотографировать остатки машины. Может быть, они найдут покупателя. Именно на запчасти кто-нибудь. Через 400 метров поверните направо. Да, навигатор мне подсказывает. А навигатор в телефоне. Или же другой вариант. Они бесплатно утилизируют машину. Ну, для этого я должен ее снять с учета сначала. Ну, короче, я сейчас этим вопросом заниматься буду. Ну, мне конечно офигенно повезло. Как и должно было. Еду все время или дождь, или он переходит в ливень. Иногда стеной стоит. Иногда окно запотевает так, что приходится вот. То есть, она решила меня испытать уже по полной. Вот. Типа, хочешь опять за руль? Ну, давай проверим, готов ли ты. И вот проверяет, и проверяет. Просто вот слов нету. Одни выражения. Вот так еду по штире. Выехал на магистраль. Тут все так же беспросветно. Будем надеяться, что в Каринтии буду подъезжать. Может быть, в Каринтии будет получше. Ну, а что поделать? Да, немножко послабее стало. До магистрали там вообще был просто сплошной дождь. Постараюсь сегодня успеть. А мне надо сегодня в банк заехать. Там, позакрывать счета. И как-то там разобраться окончательно. Вот. И постараюсь к страховщику заехать. И все-таки снять с машины уже с учета. И там все. Ее в любом случае с учета-то снимать надо. А уже дальше решать. Потому что пока я с учета не снял, Тебе налог же снимают и прочее. А в Австрии вопросами постановки на учет, снятия с учета, номера получаешь. Это все у страховщика. То есть не в ГАИ, не где-то. А вот у страховщика тебе выдают номера. Ну все. Вот у меня номера тут лежат. Под зонтиком. Сдать номера, получить печать на первый талон. У меня первый талон с собой. Такой большой. Вот на него ставится печать страховщика, что снято с учета. И после этого машину можно утилизировать. Ладно, едем дальше. Ну конечно, вид машины меня поверг в некоторое смущение. Но я ее видел, когда вылез после аварии. Но тогда я был немножко в шоке. Потом мне фотографии показывали. На фотографии тоже не очень все понятно было. А когда я сейчас посмотрел, ну как говорится, как жив остался, сам не понимаю. Конечно, на меня потом вот эти гаишники местные, в больницу, в которой пришла женщина. Там принесла какие-то портфельмы, принесла еще что-то. Полиция там что изъяла с документами. Она на меня смотрела как на привидение. И сказала, что мы с вами в принципе разговариваем, это уже чудо. Вот. Я сейчас посмотрел. Да. Машину разделало так, что ужас. Ужас конечно. Состояние конечно. Как там все это. Умудрился я уцелеть после всего этого. Но это спасибо производителям машины BMW. Вот. И что дальше? Положительная эмоция, что я нашел очки. Мои очки Prado. Они лежали в бардачке. До него было настолько трудно добраться, что у меня сын забирал там вещи все. Он туда не добрался. Но я просто знал четко, где они лежат. Вот. Поэтому я в этот раз целенаправленный. Там маленький бардачок слева от руля. И в этом маленьком бардачке как раз очечный такой. Ой. Грохот дождя говорить мешает. Достал очки. Очки в целости и сохранности. Вот. А я уже честно говоря с ними попрощался. И были приобретены новые очки. Там Ray-Ban. Не знаю как это правильно читается. На английском наречии. Вот. Тоже хорошие очки. Но как бы хороших очков-то их много не бывает. Так что. Но то, что вот эта Prado вернулась в целости и сохранности. На самом деле, хорошо. Жизнь продолжается. Вот. Единственное, надо посмотреть, где у меня чехол от нее. Вот. Кожушок. Вот. Может быть он на озере. Сейчас заберу из них то. Вот. А так. Еще там были разбросаны по салону банки Coca-Cola. У меня с собой была упаковка Coca-Cola. И вот банки были разбросаны. Причем целые. Они помятые немножко. Но такие. Напиток внутри. Но как бы никто не взял. Никто не решился. И увидел я залитой кровью. Вот. У меня кровь из носа шла сильно. Я носом ударился. У меня там было рамы видно было. И вот. У меня стекло боковое со стороны водителя. И там кресла. Все. Они залиты. Конечно, крови были мои. Ну. Вот такое зрелище. Так не очень себе. Ну. Что поделать. Что поделать. Ладно. Дождь. Я чувствую. Штирия. Она такая. То аварию мне в Штирии устроили. Сейчас у меня дождем. Ну. Может смывают. Налет прошлого. Будем надеяться. В Каринтию въеду. А так. Километров 80 еще. 70-80 километров. А въеду в Каринтию. Может там будет. Солнечно. У нас в Каринтии она такое солнечное место. Вообще там. Вот. А пока ехать напряженно. Машина. Мне должны были дать. Шкода Скала. И у нее должна. Должен был быть навигатор. Тут навигации нет. А я естественно пользуюсь для этого. Навигации от телефона. Соответственно. Телефон садится быстро. Разряжается быстро. Потому что он когда навигация. Вот в режиме вот. Таком. А сотая связь откуда? Сотая связь от. Оператора сотового. Вот. И. Получается что. Из-за навигатора я почти посадил телефон. Там осталось. Ну совсем все. Процентов 5 осталось. Но мне навигация не нужна. На магистраль выехал. Уже тут. Как бы доеду и так. А. Здесь есть зарядка. Вот. Вот эта. Новая модель. Вот этот Гольф. Он новый. Есть две USB зарядки. Обе. Не широкие. А узкие. Современные. Вот эти. USB. USB. Трик. Или как они называются. Короче. У меня такого шнура нет. У меня шнур для обычного USB. Но телефон зарядить не могу. А навигации нет. У USB вот такое странное. Что еще. Очень замудренный. Такой. Вот все-таки. Я считаю климат-контроль. Температура. Сила вентилятора. Вот этого. Включение-выключение. Кондиционера. Все это должно быть классическими кнопками. Старыми. Добрыми. Выносить это на дисплей. Потом в дисплее долго искать. Искать этот режим. Что-то там пытаться нажимать. По экрану. В то время как ты едешь за рулем. Уже. Ну дождь начался. Тебе надо отреагировать. Запотевает окно. Тебе надо отреагировать. И так далее. Вот когда это механическими кнопками. И просто поворотниками. Обычными регуляторами. Повернул ручку. Вот она так. Нажал кнопку. Вот тебе так. Многие, кстати, современные. Более высокого класса автомобили. Они оставляют это в аналоговом виде. В классическом. Ну вот. Производитель Гольфа. Вольксваген. Решил поумничать. Поумничал. Я считаю, что это не очень удобно. Вы в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Все-таки такие ключевые. А вот климат-контроль. Вот этот все. Это в том числе вопрос безопасности. Запотевание окон. Это вопрос безопасности. Поэтому вот такие ключевые моменты. Их надо оставлять аналоговыми. Чтобы просто ручку повернул. Все. Заработало. Ветер падал. Кнопку нажал. Кондиционер включился. Вот. Кнопку там отжал. Ну вот. Как-то все должно быть так. Просто и быстро. Для быстрой реакции. А выносить это вот в компьютерное на дисплей. Меню. Через меню ты там ищешь. И где же это у меня там. Кнопки жмешь. Это как раз действует против безопасности. Потому что водитель отвлекается. Во-первых, реакция замедляется на все это. Окно уже 10 раз запотело, пока ты эту кнопку найдешь. А во-вторых, ты отвлекаешься от управления автомобилем. А ты едешь на магистрале. Вот куда ты денешься? Тебе надо реагировать сейчас. Здесь и сейчас. Поэтому я считаю, что многие водители меня в этом поддержат. Ладно, продолжаю ехать. Как видите, просвета нет. Пока просвета нет. На этом первая серия закончилась. Мы едем с вами дальше. И продолжение будет в следующей, второй серии. А на этом все. Пока, пока.